В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. В бой идут одни кулаки. Помните, как в рассказе Узощенко, что за шум, а драки нет. Тут-то драка и началась. Так, а в Самаре тут уж не до шуток. Очередной крестовый поход против незаконных ларьков ознаменовался рукоприкладством. Причем дважды. Неделю назад в нейрохирургическое отделение больницы Пирогова госпитализировали директора подрядной организации Леонида Киселева. Его фирма занималась вывозом нелегальных киосков. Мужчина получил травмы средней степени тяжести. Не успели Киселева выписать из больницы, как вечером 19 марта. Та же участь постигла и высокопоставленного чиновника Самарской мэрии. Преступники напали на исполняющего обязанности главы департамента потребительского рынка Станислава Максимова. Все случилось рядом с домом номер 65, что по улице Гагарина. Чиновников встретили четверо мужчин, избили, забрали портфель с документами. Местные жители неохотно комментируют случившееся. Мы так увидим, что там едет вчера вечером. А что случилось? Мы не спрашивали нас уже. Ничего не знаем. Кто именно едет? Кто приезжал в пилицию? Соседка, она мне говорила, вот единственное, что, ну по слухам, что у нас избили мужчину и отобрали деньги. Все. Это во сколько было, она говорила? По-моему, в 7. Вечером, да? Да, в 7 вечера, говорит. После осмотра врачами, потерпевший отпущен домой. За совершение данного преступления органами полиции разыскиваются четверо неизвестных кавказской национальности. На вид 25-30 лет, одеты во все темное. Бои местного значения из-за сноса объектов мелкорозличной торговли в Самаре спихивали не раз. За три года в городе демонтировали более трех тысяч незаконных киосков. И не всегда все шло гладко. Коммерсанты пытались помешать ликвидации рынка у торгового центра МИКО и сносу ларьков на Пугачевском тракте. Большая разборка в маленьком Шанхае, так из нагромождения киосков аборигены называют эту окраину Самары, тоже могла плохо закончиться. Путь спецтехники преградили машины бизнесменов и группы товарищей внушительного телосложения. Пришлось звать подмогу. Мы понимаем, кто покрывает эти ларьки. У нас 90-е. Да, к сожалению, у нас с вами здесь 90-е. Тогда обошлось. Рынок на Гагарина оказался более крепким орешком. Двух подозреваемых в избиении подрядчика полицейские уже задержали. Один из них владелец пивного киоска. Его ларек как раз собирались демонтировать. Те же, кто повстречал чиновника Станислава Максимова, пока не найдено уголовное дело, завели по статье грабеж. Но именно в день нападения в Самаре начался демонтаж оскандалившегося рынка на Гагарина. Простое совпадение вряд ли. По крайней мере, в мэрии так не считают. По вчерашнему этому случаю мы однозначно связываем только с ликвидацией ларьков. Там версий есть несколько, конечно, но вы знаете, уж настолько все это как бы связалось в единый клуб. Нам бы хотелось, чтобы те люди, которые осуществляют незаконную деятельность, как-то обратиться к их разуму, что ли, чтобы люди поняли, если у вас объект незаконный, нужно или провести мероприятие по его узаканиванию, провести там какие-то действия, либо просто самим вывести эти киоски, чтобы вот эта ситуация не накалялась. Мы пользуемся поддержкой полиции. У нас позиция губернатора Николая Ивановича Меркушкина, позиция главы города Дмитрия Игоревича Азарова однозначная. Незаконные киоски должны быть убраны из территории города. Правоохранительные органы разбираются с этой ситуацией. Но, коллеги, все мы понимаем, что если мы выходим на тропу наведения порядка в городе, а мы этим занимаемся два с половиной года, то, конечно же, и противодействие криминальных структур исключать нельзя. И только общественное мнение, объединение усилий со всеми правоохранительными органами позволяет и будет позволять в последующем добиваться результатов. Я в этом уверен. Так что налицо единодушие властей всех уровней муниципальных, региональных и силовиков. Все они решительно настроены. Зачистка Самары от незаконной уличной торговли будет продолжена. Начало конца рынка у станции метро «Гагаринская» положила утро вторника. Из 126 киосков, которые находятся здесь, 99 демонтируют. Такого ажиотажа здесь никогда не было. Несколько эвакуаторов, десятки полицейских. Под бдительным присмотром силовиков торговцы сами разбирают свое имущество. Некоторые продавцы и даже шутят. Я уже звезда в арето. Ну и что, бабушка? А кое-кто и вовсе рад происходящему. Батьки свои продукты. Правильно этих убирать, а наша без ГМО. Этот, конечно, можно ряд оставить. А этот, конечно, нужно убрать. А почему? Ну и, ну потому что здесь-то нужны подъезды, как бы машине, допустим, даже пожарной. Вот. Потому что там заедут, а здесь будет гореть. Скученно очень было. Никакой агрессии, по крайней мере, на данный момент мы не наблюдаем. Граждане понимают, и многие подходят и говорят, что мы сами будем вывозить данные киоски. Но это лишь видимое спокойствие. Стоит лишь немного пройти вглубь рынка, чтобы понять, какие здесь кипят страсти. Паны дерутся, у холопьев крылья эти перелетят. От рассерженных торговцев чайкиоски пойдут под снос, достается и журналистам. Вы настоящие проститутки, понимаете? И покупателям, тем, что живут неподалеку и кто отчаянно устал от беспокойного соседства. Рядом на грит, рядом пятерочка. Куда не зайдешь, везде большие магазины. Идите и покупайте. А вы там еще в очереди не стояли. Ничто. Да, да, да. И все переклини, бессербы там набрали, да. Да, да. А мясо-то на рынок боится. Закрыли, Гагарин, как зону какую. Зону. Да. Ты на зоне сидел всю жизнь. Вот сидел. Вот и правильно, что разогнали этот рынок. Почему? Потому что, ну что, хорошо, что ли, здесь ходить между этими тухлятями колбасой и рыбой. Рынок чистый, аккуратный здесь, постоянно убирается. Да чистый рынок, вы не видите. А зачем я должен здесь ходить? Пятерочку. А зачем обязательно на тротуаре? Зачем он нужен здесь ходить? Зачем он нужен? Вы знаете, тут покупатели собирали путь. Мужчина, мужчина, а вы вообще-то что? Да, вы покупатели собирали, что все за, чтобы рынок стоял. Морис-то рынок. Да? Адрес ваш. 717. 717. Вы здесь бываете? Бывает. Я первый раз его вижу. Я сомневаюсь. Я тут цивилизованную. Цивилизованную. Вот идем с ним. Летом, летом. Сколько вам заплатили? Вот дороги. Находится у рынка среди покупателей и защитники. В супермаркете по 10 часов я стоять не намерена. И супермаркеты меня не устраивают, которые построены на каждом углу. Но таких все же меньшинство, особенно среди тех, чьи дома рынок давно взял в блокаду. Естественно, мало лотков. Они выставляют все на тротуар. Идешь тоже в хорошей одежде или там как-то проходя, обязательно все это очень некомфортно. Ходили же мы всю жизнь на крытый рынок и обходились замечательно. А сейчас полно народу, кому надо, кому не надо. Вы посмотрите, как жильцы живут. В туалет превратили, грязь кругом. Ну ужасно, что говорить. Пора приучать к культуре. Пора приучать. Ну сколько можно так? Вот я не знаю, от кого эти вот кучи. Вы как думаете, от кого? Они все отпираются. Это кучи не наши. Но я же выезжу, как чистят. Куда чистят? Все кидает в зал. А там у нас дальше. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы со мной прошли именно туда. Вот в тот конец рынка. Здесь у них более-менее порядок. Но там... Идемте. Пенсионерка Александра Дмитриевна знает все закоулки этого злополучного рынка. Когда тонары и киоски пошли в наступление на ее дом, она не стала сидеть, сложа руки. Начала писать бесчисленные жалобы. И очень рада, что теперь в этой войне наконец наметился коренной перелом. Грязь жуткая. Иду к директору. Я его уже затаскала. Вот, смотрю, ну смотрите, что, смотрите, это же ваша территория. Она не наша. Я говорю, вы лжете. Деньги-то вы берете. Уж отвели им землю, не отвели. Но деньги-то вы с людей берете. Никто не следит. Вот они сидят там, хайфуют. Такие мордовороты. И все. Вы один день бы понаблюдали за моего окошка, за всем этим. И сказали бы, да, бабушка права. Из страны, когда едешь транспортом, здесь обозреваются биотуалеты. Причем открытые вот так насчет. Здесь эти мусорные контейнера. И это все выходит на Гагарину. Это все прибрали, я вам клянусь. Это улица великого человека. Герой Советского Союза. Первого космонавта Юрия Гагарина. Ну как можно? Надо превратить улицу в улицу. А не в раз один, зараза этой грязи. У нас крыс уже бегают. Наш ваяж по торговым рядам не остается незамеченным. Активную пенсионерку защитники рынка пытаются склонить на свою сторону. Безуспешно. Магазинов у нас, извините, столько, сколько у нас здесь. Нигде нет в городе даже. Нигде нет столько, сколько у нас. На революционной пять магнитов только. А вы знаете, здесь еще одна подоплека. Кстати, есть подоплека такая, насчет магнитов, пятерочки и все остальное. Завтра эти магниты закроются, магниты все сетевые. Простите. Просто может диверсия быть, кто будет кормить народ. Все, мы будем голодные вообще-то. Вот эти вот 90-е годы, которые нас приучили к бардаку, грубо говоря, к неорганизованной торговле, я считаю, больше зла, чем пользы. Кто сопротивляется? Тот, кто торгует, понятно, интерес. Мы должны ориентироваться в первую очередь на проживающих на этой территории жителей. Проживающим в этих домах рынок в таком виде не нужен. Предпринимателям была дана возможность легализовать этот рынок, привести его в порядок, сделать скрытые ряды. Ну, пожалуйста, ну, посмотрите, ну, 21 век на носу сейчас идет, а мы вот видим такие вот сараи. Но есть примеры, есть хорошие положительные примеры в городе. Есть ярмарки, которые работают и нормально работают. Кирова, Старозагора, угол, также был стихийный рынок. Сейчас он оккультурен, это под крыши, под общие, одинаковые павильоны, чисто, сухо. Городские власти подчеркивают, они не против уличной торговли, но только если все организовано по закону. На пересечении Гагарина-Мяге останется только крытый рынок и места для пенсионеров. Остальным торговцам руководство железнодорожного района предлагает альтернативу. В настоящий момент мы дали заявку в Министерство имущественного отношения на 220 мест, где мы можем разместить. Мы место нашли там, где нет рядом школ, детских садов, под землей не проходят всякие газы, вода, трубы. Но продавцы не верят в светлое будущее. Почему продавали киоски? Киоски, столько лет мы стояли, мы платили налоги, вы все платили, почему сейчас убирают? А что предлагают? Вот на Исмайловском рынке, там вообще никого нет, там вообще ни одного покупателя нет. Ну может быть люди привезли, что будут ходить и предлагать? Кто? По проходимости смотреть, здесь у нас хорошая проходимость. Все эти стихийные рынки возникли в Самаре не вчера. Те же пресловутые ряды на Гагарина появились еще лет 10 назад и постепенно захватили весь тротуар. Предыдущие городские власти легко закрывали глаза на подобные нарушения, говорят эксперты. И неудивительно, что люди, торгующие на птичьих правах, привыкли к такому положению и в штыки воспринимают перемены. Вот это период, который их поразил. Конечно, это не имело ничего общего с законом. Они потерпевшие в данном случае, мне кажется, они потерпевшие. И здесь будет очень правильно, если им предложат помощь, да, их поддержат. Тогда, когда они лишаются дохода, я подчеркну доходы, которые они получают сами. Я бы вот также обратил внимание на то, что, наверное, и власть региональная должна принять активное участие в разрешении этой проблемы. В частности, Министерство имущественных отношений должно обращать внимание на то, что используется земля не по назначению, не законно. И, наверное, вот поддержка предпринимателей должна осуществляться все-таки в полном объеме. При этом наблюдатели уверены, процесс очищения города от незаконной торговли хоть и болезненный, но крайне необходимый. Торговцы, между тем, уже пошли на уступки. Если они вывезут киоски сами, никаких санкций не будет. И сейчас решается вопрос о трудоустройстве продавцов, которые остаются без работы. Мы должны понимать, да, если у нас 5000 киосков где-то, исходя из информации Минимущества, в том числе, потому что договоры заключает Министерство имущественных отношений, понятно, что по мере того, как незаконные будут еще уходить, будут высвобождаться люди. Это тысячи людей, а может быть и десятки тысяч. Ну, не десятки, но десяток. Поэтому на это надо отдельное внимание обратить. Глава Самары обратился к работодателям и специалистам городского центра занятости. Они должны внести свои предложения до середины апреля. Гагаринский же рынок планирует окончательно очистить от незаконных сооружений за две недели. Не сомневаюсь, что в этом противостоянии будет найден разумный компромисс. А на сегодня это все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова